Выберите процесс, который не происходит при образовании созревания большинства пептидных гормонов. Транскрипция, трансляция, разрушение пептидных свитей, матурация. Про пептидные гормоны. Как вы знаете, пептидные гормоны – это гормоны, которые у нас образуются из пептидов. Пептиды по-другому называют жирами. Что же у нас не происходит при образовании и созревании пептидных гормонов? Конечно же, большинство. Такие слова, как трансляция, транскрипция, нам, в принципе, знакомы. Это как раз-таки этапы образования пептидных гормонов. Значит, известно ли вам слово такое денатурация? Итак, в этапы образования и созревания гормонов, конечно же, входит транскрипция и трансляция. Вот теперь нам нужно разобрать, что же у нас из вариантов В или Г – разрушение пептидных связей или денатурация. Нам нужно обязательно знать, что же такое денатурация. Денатурация белков – это такой процесс изменения структуры и естественных свойств белков при изменении физических или химических условий. Например, каждый из вас ежедневно может сталкиваться с денатурацией белка в курином яйце. Например, если мы с вами помещаем яйцо в кипящую воду, то через какое-то время, в связи с тем, что у нас повышается температура окружающей среды и температура, как вы понимаете, самого яйца, у нас происходит денатурация. То есть у нас изменение физических свойств белка происходит. То есть белок у нас свертывается, сваривается. Ну и, соответственно, конечным продуктом, когда яйцо мы чистим, мы видим денатуацию в виде твердого яйца. Вот чаще всего такой вот пример нам показывают. У нас, соответственно, существует денатурация обратная. У нас иногда в организме человека происходит возвращение белку прежних свойств, да, если там белок у нас не сильно пострадал, да, это называется у нас уже ренатурация. Вот, но из всех процессов, которые у нас происходят с гормонами, гормонами у нас не происходит именно денатурация, то есть изменение свойства аминокислот под действием физических или химических процессов. Рассмотрите графики изменения определенных параметров во время дыхательного ритма, дыхательного акта и выберите верное утверждение. У нас существует плевра, у нас существует так называемая плевральная полость. Как вы понимаете, так как у нас речь идет о дыхательном акте, то речь у нас здесь будет идти о легких. Конечно же, если говорить просто, простым языком, то плевра это такая сумка, да, которая у нас находится вокруг легких, да, пленка такая, которая окружает легкие и достаточно сильно прилегает к легким. Между плеврой и между легкими у нас находится полость, которая у нас заполнена специальным веществом. Главная задача плевры, ну и в плевральной полости, это поддерживать небольшое отрицательное давление для того, чтобы наши легкие ни в коем случае не схлопывались при выдохе. То есть плевра поддерживает вот это вот постоянное давление в легких, заставляя их немного расширяться. Соответственно, у нас существует несколько листков плевры, да, ну и в принципе давление внутри вот этой самой плевральной полости у нас зависит от силы вдоха, выдоха. За счет силы грудной клетки, да, которую грудная клетка у нас обеспечивает при вдохе. Значит, здесь мы у нас рассматриваем именно график и работаем именно с картинкой. Что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим, что при вдохе, что у нас происходит с давлением, что происходит с плеврой. При вдохе у нас давление, мы с вами можем наблюдать, что у нас падение плеврального давления, во время вдоха объясняется расширением грудной клетки. Соответственно, правильный ответ в данном случае по данному графику будет А. Конкурентный ингибитор, как следует из названия, конкурирует с субстратом за активный центр фермента. Выберите неверное утверждение о конкурентном ингибиторе. Структурно похож на субстрат, связывается с ферментом только когда тот уже сформировал комплекс с субстратом, связывается с ферментом обратимо, не может эффективно ингибировать ферментированную реакцию, если субстрата в разы больше, чем ингибитора. У нас идет речь здесь о ферментировании, о химических реакциях, о катализируемых ферментах в организме человека или живого существа в данном случае, о ком мы говорим. Ингибиторы, как вы понимаете, конкурентные, они называются у нас, это такие вещества, такие молекулы, которые очень сильно похожи на молекулы субстратов реакции. И они настолько похожи, что ферменты не могут их различить. В результате вот этого связывания конкурентный ингибитор, он может связаться с активным центром фермента и, соответственно, в связи с чем, истинный ингибитор, он не может уже связаться, не может влиться в этот процесс. Ситуация здесь опасна, причем, что конкурентный ингибитор, он мимикрирует, имитирует, мимикрирует вот этот самый субстрат, включаясь в химическую реакцию. И угроза в том, что очень многие конкурентные ингибиторы могут оказаться ядами, ну и, соответственно, негативно влиять на химические реакции в организме позвоночных животных, в том числе человека. Ну и вызывать токсичные соединения, которые негативно будут влиять на организм. Значит, мы уже поняли, что структурно у нас субстрат похож, структурно ингибитор похож на субстрат, встраивается в химическую реакцию. Иногда их, соответственно, как это сказать, реакция, их вот эта встроенность, встроенность бывает настолько прочной, что реакция может быть уже необратима. Но, в принципе, в большинстве случаев связываются ингибиторы, такие, обратимо с ферментами. Соответственно, зная все это, зная эти данные про конкурентные ингибиторы, мы можем сказать, что правильный ответ в данном случае у нас будет В. Какая из перечисленных поверхностных структур бактериальной клетки включает в свой состав только белки? Клеточная стенка, слизистых чехол, переплазматическое пространство или пили. Пили-пили. Пили. Следующий у нас здесь будет про бактерии, бактериальные клетки. Вспоминаем. Мы помним, что большинство бактерий, бактериальных клеток у нас окружены достаточно жесткой клеточной стенкой. Эта клеточная стенка у нас состоит из такого полимера, который называется уриин. У нас большинство клеточных стенок состоит из пептида геликана или по-другому мы называем его муриином. Кстати, один очень интересный такой факт, что когда нам назначают антибиотики человеку для борьбы с бактериальной инфекцией, антибиотик, например, пенициллин, самый распространенный вид антибиотика, он действует в первую очередь на клеточную стенку. Так как клеточная стенка у нас жизненно необходима для бактерий, то лишаясь ее, у нас антибиотики очень негативно влияют на клеточную стенку бактерии, ну, соответственно, бактериальная клетка погибает. И именно поэтому антибиотики, такие как, например, пенициллин, опять-таки, достаточно эффективны. Причем против самых разных бактерий. Так, из чего же состоит у нас слизистый чехол? Ну, слизистые чехлы, они достаточно разные у разных видов бактерий, да, и химическое строение, химическая организация у них достаточно разная. Туда могут входить разные компоненты. Туда могут входить и белки, и углеводы, да, и липиды. А нам нужно найти структуру бактериальной клетки, которая состоит только из белка. Мы с вами разобрали, что клеточная стенка, да, клеточная стенка у нас у бактерий, она состоит из пептида гликана. Это такой полимер, известный как муриин. Переплазматическое пространство, оно у нас состоит не только из белков, туда еще входят олигосахариды. Ну и всевозможные неорганические соединения. Остается у нас один вариант, да, последний. Это пили. Что это такое за пили? У бактериальных, не у всех бактерий, но все-таки существуют так называемые пили. К другому их называют фимбриями. Знакомое вам название? Фимбрия. Совсем примитивное название, которое редко у нас используется в школьной какой-то литературе, но все-таки используется. Это ворсинки. Это такие нитевидные структуры, расположенные на поверхности многих бактерий. И они состоят у нас полностью из белковой структуры. То есть правильный ответ в данном случае, что полностью из бактерий у нас состоят пили. Два вируса обладают одинаковыми размерами генома и одинаковыми наборами. Одинаковым набором закодированным в геноме генов. Однако геном одного вируса сегментирован, то есть представлен несколькими разными молекулами РНК, а геном второго вируса не сегментирован. У вируса с сегментированным РНК-геномом по сравнению с вирусом с не сегментированным РНК-геномом чаще появляются новые штаммы, выше темп мотогенеза, меньше круг потенциальных хозяев или выше чувствительность к противовирусным препаратам. Ну, как мы знаем, сегментированные вирусы, они более, как сказать, эволюционно, можно сказать, так развиты, потому что они будут больше мутировать, и у них будут появляться, чаще появляться, соответственно, новые штаммы. Соответственно, с такими вирусами у нас сложнее бороться за счет того, что как только мы какое-то лекарство получаем, которое борется с данным вирусом, у нас появляется новый штамм, для которого нам нужно искать и новые лекарства, и, например, новые прививки, соответственно, создавать, чтобы организм у нас привыкал к новому штамму. Кстати, очень интересный тоже факт, что когда у нас, если помните, очень часто были эпидемии гриппа, то в большинстве случаев, когда вас прививали от гриппа, вас прививали старым штаммом. Конечно, человек новым штаммом вируса болел, но переболевал в более легкой форме. Почему? Потому что, несмотря на то, что штамм новый, но все равно организм у нас уже знаком с вирусом и примерно понимает, как с ним бороться. То есть у нас антитела будут заточены, и будет более быстрая реакция иммунитета, то есть иммунный ответ будет у нас быстрее. Так, перед вами побег конского каштана. На рисунке обозначено цифрами. Выберите те ответы, где перечислены только правильные характеристики. Здесь можно один, два, три, четыре, пять вариантов обозначить. Значит, давайте посмотрим. Здесь у нас три цифры. У нас обозначена, соответственно, какая-то почка. У нас обозначено, соответственно, отметено такой след на коре, от чего же он может у нас быть. И, наконец, у нас отмечено место, где у нас отходят боковые ветви от нашей центральной ветки. Значит, мы должны с вами определить, что это за цифры. Возможно, это цифра один. Может быть, это придаточная почка. Может быть, это пазушная почка. Может быть, это боковая почка. Может быть, это побег, скрытый за почечными чешуями. Или, может быть, цифра один – это побег, скрытый листьями серединной формации. Ну и, соответственно, номер два. Что это такое? Листовой рубец, скопление чечевица, чечевичек. Может быть, это листовой рубец с листовыми следами или с листовыми рубцами. И что такое? У нас обозначено по цифре три. Скопление чечевичек, листовой след, скопление листовых рубцов, годичное кольцо. Что это может быть? Давайте мы с вами посмотрим и определим правильные ответы. И подумаем, сколько здесь у нас будет правильных ответов. Один, два, три. Может быть, они все верны. Для того, чтобы нам определить, что это такое, нам нужно определить, что такое цифра. По цифре три у нас обозначено. Потому что проще всего нам вот сюда, от этой структуры отталкиваться. Номер три – это у нас так называемое годичное кольцо. То есть, когда у нас происходит нарастание нового года ветки, грубо говоря, у нас образуется такая структура утолщенная, уплотненная. У разных видов деревьев она выглядит чуть по-разному. То есть, где-то она более грубая и более выпуклая, где-то она более, так сказать, сглаженная. Например, вот такие вот годичные кольца очень сложно определять, например, у ветвей ясеня, потому что это достаточно там гладкая кора. Значит, номер три – это годичное кольцо. Соответственно, мы с вами должны будем определить, что же это у нас будет – Г или Д, какие варианты ответа. Что же такое у нас номер два? На что это похоже? Здесь у нас крепился лист. То есть, тут видно, что у нас здесь след от черешка листа. Соответственно, здесь у нас листовой рубец со следами листа, с листовыми следами. Ну и, соответственно, номер один в будущем – это у нас будет побег, развивающийся боковой побег. Вот он изначально тоже выглядел как вот такая вот почечка, из которой потом у нас, соответственно, будет развиваться веточка молоденькая. Ну и, соответственно, в будущем здесь у нас тоже будет образовываться годичное кольцо. Вот у нас будет Г. В данном случае он один. Несмотря на то, что это вопрос второй части, ребята, поэтому будьте внимательны. Несмотря на то, что самая коварная у нас – это вторая часть, потому что там у нас будет несколько вариантов ответов. И вам будет представлен вопрос – выберите все правильные ответы. Возможно, правильный ответ будет только один. Были вопросы, где были правильные ответы все, или вообще не было правильных ответов. Тоже такое случалось. Выберите верное утверждение о сумчатом грибе, представленном на фотографии. Он образует споры небесполого размножения путем миоза. Мицелис состоит из клеток, разделенных перегородками. Пекарские дрожжи более родственны этим грибам, чем подосиновики. Плодовые тела состоят из нескольких типов тканей или являются древоразрушающими грибами, золотрофами. Перед нами мы видим весенний гриб, потому что этот гриб осенью мы найти никак не можем. Гриб у нас созревает весной. Мы его, соответственно, можем увидеть где-то в мае. Это у нас сморчок. Достаточно вкусный гриб, несмотря на то, что он совершенно некрасиво выглядит. И сморчки у нас относятся к аскамицетам. По-другому они называются у нас сумчатыми грибами. Ну и называются сумками. Это сумчатые, потому что у них мицелий разделен специальными органами спорношения, называемыми сумками, лясками. Соответственно, нам известно, что у нас мицелий, как вы понимаете, он разделен специальными перегородками. То есть здесь у нас есть так называемые сумки. Вопрос тут был, кстати, еще и про подосиновик. Что у нас подосиновик является ли он родственным грибом к нашему сморчоку. Сморчок у нас относится к аскамицетам, как мы уже сказали. А вот подосиновики у нас относятся к базидиумицетам. Поэтому они никак не могут у нас быть родственными. Ну, то есть они, конечно, отдаленно родственные, да, но они у нас к аскамицетам не относятся. Это совершенно другое семейство. Соответственно, совершенно другой отдел. Да, значит, что хочется сказать. Пекарские дрожжи у нас действительно намного будут ближе, потому что они также относятся к данному отделу. Соответственно, правильные ответы в данном случае у нас будет B и у нас будет V. Так, перед вами вот такой вот засушенный плод. Представленная перед вами структура является, соответственно, соплодием, сложным плодом, простым плодом, многолистовкой или желудем. Что же это такое? Здесь у нас представлен, во-первых, сложный плод, потому что мы можем это увидеть. Да, здесь достаточно большое количество плодов, которые находятся у нас на одной, да, можно сказать, ножке, да, на одном черешке. Здесь у нас представлен плод магнолий. Он очень интересен. Его красные плоды, да, достаточно такие мясистые, то есть это семя, окруженное небольшой такой, тонкой достаточно мякотью. И этот плод относится к многолистовке. Если вы помните, то отличительной особенностью листовок или, да, многолистовок является то, что многолистовка очень интересно у нас раскрывается, да. Она раскрывается по брюшному шву, как бы разделяясь напополам. И здесь это прекрасно видно. Соответственно, правильный ответ у нас будет B и G. Метамерная организация подразумевает под собой наличие повторяющихся морфологических и функциональных частей, последовательно соединенных между собой. Метамерная организация обладает. Колониальный полип, обелие, многощетинковый червь, нерис, вольвокс, мечехвост или афиура. Если вы помните, то метамерия, 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 по-моему, все-таки правильно, это у нас разделение тела живого организма на повторяющиеся сегменты. Сегменты отделены друг от друга, ну и у нас как бы у них идет общая продолжительная ось. Так, чтобы понять, что это у нас все за живые существа, как они, соответственно, выглядят. Я специально для вас сделала такую вот подборку, несмотря на то, что вам такой подсказки на муниципальном этапе не будет, но все равно, да. Вот так, собственно, у нас выглядит колониальный полип. Далее у нас, да, многощетинковый червь. Многощетинковые черви, да, вспоминаем, они чаще всего у нас морские обитатели, но несмотря на это, это все равно у нас кольчатый червь, перед нами представлен. Вот водоросли, соответственно, вольвакс, мечехвост и иглокожая фиура. Вот она вот таким образом интересно выглядит. Итак, просмотрев и увидев, как у нас, соответственно, выглядят данные живые организмы, где же у нас метамерная организация, где же у нас тело животного делится на сегменты, причем на истинные сегменты, когда да все тело сегментировано. Я думаю, что вольвакс мы сразу, да, выбрасываем с вами. Точно мы выбрасываем с вами полип. У нас остается, значит, иглокожая фиура, мечехвост и многощетинковый червь. У нас, помните, есть малощетинковые черви, и многощетинковые черви. Но это все равно кольчатые черви. Все кольчатые черви априори обладают метамерной организацией. Поэтому правильное ответственность будет B. На самом деле очень неожиданно, но метамерная организация у нас также наделен мечехвост. Специально я для вас показала мечехвостом вот в таком вот виде с брюшка. Дело в том, что его тело действительно разделено на сегменты. Посмотрите. То есть чаще всего сегментированный организм можно увидеть невооруженным взглядом. Например, если мы с вами вспомним уховертку, которая у нас была буквально вчера на занятии. Фотография была. Мы ее тоже можем увидеть. Она у нас такая. Выберите верные характеристики структур, подписанные на схеме. Ну и, соответственно, здесь у нас срез. Очень известный. Если вы помните ботанику, этот срез очень любят. Это у нас здесь срез стебля тыквы. Бедный срез просто его везде используют. Да, и, соответственно, нам с вами нужно будет сейчас понять, какие же характеристики у нас у подписанных структур на схеме. У нас есть вариант А. В конце вегетативного периода, на концах, на торцевых сторонах клеточных оболочек, проводящих элементов, откладывается так называемая колоза. Что это такое? Нам нужно будет с вами узнать. Является вторичной образовательной тканью. Номер три. Номер три клетки обладают крупными центральными вакуолями. Номер четыре – это проводящие элементы. представленными мертвыми клетками. И Д – это пять проводящие элементы, обладают клетками спутника. Самое простое – нам определить, что такое номер четыре. Такие крупные у нас полости. Что же это такое? Здесь у нас представлена ксилема. Ксилема – это, соответственно, проводящая ткань, которая обеспечивает прохождение воды с растворенными в ней питательными веществами от корня, соответственно, к другим структурам растительного организма. То есть по стеблю к листьям, если требуется, к цветам и так далее. Соответственно, что мы знаем про ксилему? Ксилема у нас представлена мертвыми клетками. Вспоминаем, что это мертвые полые клетки. А какие клетки, проводящие к ткани, у нас являются живыми? А живой у нас является, если помните, флоэма. Флоэма – это у нас… Она состоит у нас из живых, мягких достаточно клеток, у которых полностью исчезли органеллы, и которая через ситовидные трубки проводит… Ну, как бы не ситовидные трубки, а она и есть ситовидные трубки. У нее просто на одной и на другой конце есть такие отверстия небольшие, похожие действительно на сито. Они благодаря осматическому давлению проводят, соответственно, воду с питательными веществами к депо, где у нас в будущем откладываются питательные вот эти вещества. Во флоэме у нас растворены в основном продукты фотосинтеза, а именно глюкоза. Которая впоследствии будет отложена в виде крахмала в организме растения, в организме, в теле растения. В организме, наверное, не очень хорошо будет сказано. Несмотря на то, что клетка живая, клетку надо питать, и флоэму питает, подпитывает клетки-спутницы, которые полностью ее обеспечивают всем необходимым. Номер пять. У нас есть подходящий вопрос про клетки-спутницы, но цифра пять является ли у нас флоэмой? Цифра пять у нас также относится к селеме. То есть и четыре, и пять – это у нас к селему. Поэтому, да, здесь у нас селема не относится к проводящей ткани, которые имеют клетки-спутницы. Номер три. Что это такое? Здесь его хорошо видно. Номер три – это такая проходящая прямо полоса. А номер три у нас является камби. А как известно, камби – это у нас вторичная образовательная ткань. Если вы помните, у нас существует первичная и вторичная образовательная ткань. Первичная образовательная ткань у нас является тканью зародыша, который сохраняется во время взросления, можно так сказать, растения, называется первичной. Вторичная образовательная ткань – это у нас вся остальная ткань, включая камби. Поэтому камби являются вторичной образовательной тканью. Ну и, наконец-то, номер два. Что это такое? Достаточно такие крупные клетки. А номер два – это у нас флоема. То есть это у нас тоже проводящая ткань, как раз-таки с клетками-спутницами. И самое интересное, что иной раз между… Ну, не иной раз, а вообще между слоями флоемы, вот этими трубками флоемы, у нас образуются такие клетки, в которых у нас накапливаются питательные вещества, продукты фотосинтеза. То есть когда у нас глюкоза проходит по флоеме вниз, от листов, собственно, в депо, где у нас будет храниться эта флоема, она иной раз заходит как раз-таки вот эти запасающие клетки, и там образуется вещество, которое еще не является крахмалом, но уже не является глюкозой. Это так называемая колосса. Это такой растительный полисахарид, который несет в себе остатки глюкозы. То есть здесь правильные ответы у нас будут… Так, переключаясь. Правильные ответы у нас будут А, Б и Г. Желточный мешок у птиц выполняет функцию трофическую, кровеносную, дыхательную, защитную, создает среду для развития эмбриона. Какие здесь правильные ответы? Если вы помните, то желточный мешок у нас несет в себе питательную функцию. Такую еще. Также они несут кровеносную и дыхательную функцию. То есть правильные ответы у нас будут А, Б и В. Значит, с этого вопроса начнем с вами в следующий раз. Разберем его немного поподробнее. И в следующий раз.